Добро пожаловать в наш курс по первому посланию апостола Павла в Каримской общине. Прежде чем мы перейдем к самому курсу, кто из вас верующий в Ешуа? Во-первых, вы все верующие в Ешуа. Есть кто-то, кто не уверен, что он верит в Ешуа? Не стесняйтесь, поднимите руку. Мы здесь всех любим, всех принимаем. Окей, рук пока не вижу. Хорошо. Если кто-то из вас здесь, кто верующий, кто считает себя верующим меньше месяца? Меньше двух месяцев? Меньше полгода? Слава Богу за вас. Как вас зовут? Захар. Я вас точно запомню. Очень рад за вас, за то, что вы узнали Ешуа недавно. Кто из вас верующий меньше года? Я. Отлично. Меньше трех лет? Слава Богу за вас. Хорошо. Все остальные верующие с большим стажем будем считать. Окей. Значит, прежде чем мы с вами откроем текст первого послания Коринфянам и начнем его разбирать, вам всем хорошо слышно, да? Я слышу, что у меня динамика включены. Я хочу, чтобы мы с вами немножко поговорили о том, чем мы вообще тут будем заниматься. Я сначала задам вам вопрос. Чего ожидаете вы? Пожалуйста. Ответы с места. Вопрос открытый. Чего вы ожидаете? Можете ли вы сказать в двух словах? От нашего времяпровождения совместного. Зачем вы сюда пришли? Чего вы ждете от этих двух часов? Научиться. Отлично. Чему научиться? Больше узнать. Больше узнать. Слово Божие. Слово Божие. Слово Божие узнать глубже. Окей. Хорошо. Еще какие ожидания? Как правильно понимать? Потому что иногда... Как правильно понимать? Иногда не совсем понятно. Иногда есть разные варианты, как понимать. Есть разногласия. Есть разногласия. Разное мнение. Разночтение. Да, пожалуйста. Ожидание встречи с Христом. Вы ожидаете, что он сойдет сегодня вечером сюда с небес. И вот ноги здесь поставят? Он этого не произойдет. Он сказал, что он поставит ноги на горе Ильонской в Иерусалиме. Здесь этого не произойдет. Чего вы ожидаете? Какой встречи с Христом вы ожидаете? Духовные встречи. Как она произойдет? В трансе? Вы ожидаете ощутить его... Увидеть его в видении? Чего вы ждете? Какой встречи с Христом? Давайте конкретно, конкретно, конкретно по делу. Мы люди с вами деловые. Мы не просто занимаемся разговорами. Через Дух Святой. Через Дух Святой. Окей. Хорошо. Я хочу, чтобы мы с вами... Почему я задал вам этот вопрос? Потому что у меня есть свои ожидания. Я что-то приготовил. Если я приготовил вам... Если я вас зову на ужин и приготовил вам чашку чая, а вы пришли на ужин, то наши с вами ожидания не совсем как бы совпадают. Да? И вы придете с пустым желудком в расчете на то, что вас накормят, а вам предлагают чашку чая. И это хорошо, но мало. Я расскажу... Кстати, да, про телефоны. Сразу можно поставить их на тихий сигнал. На беззвучный. Пожалуйста, сделайте. Это я вас очень попрошу. Скайп, все остальное, чтобы нам ничего не мешало. Я скажу вам, что приготовил вам я, а вы постарайтесь на меня настроиться. Хорошо? Потому что тогда нам будет легче. Потому что если я приготовил вам не то, чего вы ждете, то мы с вами не на одной волне. Я ожидаю, что вы действительно встретитесь здесь с мессией Ешуа. Не в трансе. Если он захочет вас вести в состояние транса, это его дело. Но я об этом не молился. И я этого не ожидаю. Я не ожидаю сам попасть в состояние транса. Я надеюсь, будет в состояние учить. А в трансе я никогда не был. И не знаю, можно ли в этом состояние учить. Вот. Я рад буду, если вы получите знания. Я рад буду, если вы получите понимание. Но моя цель очень простая. Ешуа сказал однажды. И познайте истину. И истина сделает вас свободными. Познать истину в его понимании, в понимании еврейском, познать, это не значит увеличить количество информации вот здесь наверху. Это да. Тут такой момент есть. То есть, ваши знания после того, что вы услышите сегодня вечером, их сбои больше. Информация у вас после сегодняшнего вечера прибавится. Но это не является основной нашей, я надеюсь, нашей вместе. Во всяком случае, это является моей целью. Моя цель, чтобы те знания, которые вы сегодня вечером получите, та информация, которую вы услышите, она легла вам не только сюда, но она легла вам вот сюда. Чтобы то, что вы узнаете, было применимо для вашей жизни. Чтобы это было словом жизни, а не просто информацией. Вы со мной? Пока еще реакцию какую-то можно? Мы с вами договорились о том, чего мы здесь будем делать. Или нет? Голосование проведем? Принимается или нет? Я хочу фидбэк. Отлично. Хорошо. Почему я об этом говорю? Знание это важно. Понимание важно. Есть разные понимания. И вот эту книгу, которую мы с вами будем читать, Танах, Брита Хадаша, то есть Новый Завет, многие люди в этом мире читают ее совсем не так, как читаем ее мы с вами. Ее читают как литературное произведение. Ее читают как историческое произведение, как исторический документ. Ее читают как разный другой тип, литературы. Мы с вами читаем это как слово Бога, как священное писание, которое для нас говорит, сообщает нам волю Божью. Мы его дети, мы его ученики. Мы хотим делать то, что он нам говорит. Он говорит нам сегодня Святым Духом, в первую очередь, вот через это слово. Гайлини. Гайлини. Отлично. Хорошо. То есть мы с вами понимаем, что книга не говорит. Да, книга лежит и молчит. Говорит Бог, говорят живые существа. Но Бог говорит через книгу. Теперь у меня вопрос. Как Бог говорит с вами через эту книгу? Вот вы читаете, вы открываете Библию, вы начинаете слышать голоса. Как Бог говорит через Писание? В сердце. Он говорит в сердце. Как это происходит? Вы читаете и что происходит? Слово оживает. Слово оживает. Окей. Кто делает это слово живым? Бог делает, да? Бог своим Святым Духом делает это слово живым. Отлично. Хорошо. Я тоже в это верю. В такой способ чтения Писания. Ты открываешь, например, да? И ты читаешь, к примеру, в том же самом первом послании к Коринфянам о любви. Любовь долго терпит, милосердствует. И вдруг ты понимаешь, любовь-то ведь долго терпит, а я-то, может быть, всего лишь навсего терплю, а не долго терплю, да? Вот пример того, как Святой Дух может с нами говорить. Это прекрасный способ, и я ожидаю, что это будет происходить сегодня вечером здесь. Однако мы собрались сегодня вечером не для этого, потому что для этого не нужно куда-то ходить. Это можно делать прекрасно дома. Я надеюсь, что мы это делаем дома, в личном нашем времяпровождении с ЕШО. Мы здесь хотим, кроме этого, я верю, что это будет здесь происходить, что Бог Святым Духом будет говорить каждому из нас, это то, о чем мы молились. Но я верю, что есть еще один способ, как читать Писание. Это изучение Писания, это то, как Бог говорит с нами, когда мы не просто читаем его молитвенно, в надежде услышать то, что Дух говорит сегодня лично мне, но когда мы берем какую-то книгу, как, например, сегодня эти дни будет первое послание Коринфянам, и мы изучаем Писание, и через это надеемся услышать голос Божий, то, что Бог хочет сказать нам. Теперь скажите мне, вы когда-то занимались таким нехорошим делом? Чтением чужих писем. Вот в ящик соседу пришло письмо, вам любопытность, кто ему что пишет? Взяли, достали, открыли. Я понимаю, никто не сознается, вы все верующие, состажены, давно уже забыли, как это делается. Но вы когда-нибудь занимались чтением чужих писем? В принципе, это не вам, вы там услышали, кому-то что-то говорят, а вам так любопытно. Это не вам говорят, но любопытно. Понятно, да? Что мы с вами сейчас будем делать? Мы с вами будем читать чужое письмо. Послание апостола Павла к Коринфской общине. Кто такая Коринфская община? Это община в Кармиеле? Где Коринф? Это не сегодняшний Коринф. В Коринфе есть сегодня, современный город. Но это послание не просто чужое, а вот древнее послание. И у меня вопрос. Что мы с вами надеемся услышать сегодня, две тысячи лет спустя, живя в Израиле, в век Айфона, Айфеда и всего Айфа, через послание, через чужое письмо, написанное непонятно кому, непонятно когда. Для того, чтобы Бог смог нам с вами говорить через вот это вот чужое, древнющее письмо, я думаю, что нам с вами нужно понять, что есть один процесс, который нам нужно с вами пройти. Он очень простой, тут ничего сложного нет. Он состоит из двух частей. Вначале мы с вами забываем, кто мы такие, и мы пытаемся мысленно перенестись на две тысячи лет назад и поставить себя на место получателей этого послания. Мы попытаемся с вами прочитать это послание и услышать его и глазами, и их ушами. Окей? Потому что оно было написано им. То есть вопрос, что хотел Павел сказать этим ребятам? Что нам для этого нужно сделать? Для этого нам нужно будет немножко попытаться понять, что означают разные слова, которые он там использует. И я приведу пример. Вот смотрите. Насколько вот это важно? Потому что вы думаете, блин, да что там это? Древние слова, греческий язык. Привожу пример. Как Ишуа чаще всего сам себя называл? Точно. Сын человеческий. Что вы думаете, что это означает? Вот вы, кто сказал это. Почему он называл себя сын человеческий? Служил. Он служил, но тогда что он называл себя слуга? Слуга людям? Служил от плоти. А? Служил от плоти. Потому что он человек, да? Да. Вы думаете, что он это хотел сказать? Да. А почему это надо было говорить? Это что, непонятно было? Он по воздуху летал, что нужно было всех убеждать, что он человек. Он ставил себя на один уровень человека. А почему об этом нужно было специально говорить? Люди что, не понимали, что он человек? Значит, не понимали до конца. Да? Почему? Они считали его богом? Богом нет. Проросло пациентом и вновь, что он человек. Это мы знаем сейчас. Но они этого еще не знали. Большинство. Это мы с вами знаем. А они этого тогда не понимали. Указывал на то, откуда он произошел, у какого сына, у человечества. Вы правильно рассуждаете. Я также раньше рассуждал. И также рассуждали примерно с 3 века отцы церкви. Они думали так, что когда Ишуа называл себя сыном человеческим, он хотел подчеркнуть, что он человек, как и мы все. Но теперь я вас спрашиваю. Вот я вот, если я сейчас начну вот сижу и буду говорить вам, ребят, вы знаете, вообще-то я обычный человек. Я, конечно, преподаватель Писания, да, я буду вам первый коритв, но вообще знаете, имейте в виду, я человек. Вы что про меня подумаете? Что он о себе думает вообще? Как он думает, мы на него смотрим, как на полубога, что ли? Что он нас тут убеждает в том, что он человек. Понятно, что он человек. В родном языке говорит и ведет себя, как и все мы. Так вот, Ишуа был такой человек, как мы. Ему не нужно было специально много раз повторять, что он человек, именно для того, чтобы подчеркнуть, что он человек. Он кушал, он пил, он спал, он уставал и так далее. Он совсем не поэтому называл себя Сыном Человеческом. Хотя отцы церкви, им 2000 лет уже почти, что большинство христиан считают, что он именно это хотел подчеркнуть. Он совсем не это хотел сказать. Почему мы с вами так думаем? Потому что мы не понимаем, как он думал, мы не понимаем, как думали те, кто слышал, что он себя называет Сыном Человеческом. Когда они слышали Сын Человеческий, они могли подумать то, что мы с вами думаем, но они могли подумать еще кое-что другое. Как вы думаете, что? Может он хотел, чтобы мы не доверяли людям больше? Нет, нет. Они могли, да. Я думаю, что называю себя Сыном Человеческим. Он хотел заранее объяснить людям, что то, что он совершил в воскресенье из мертвых и в воскресенье, кто ожидает и тех, кто и верующих в него то же самое? Да. Что у верующих в него будет та же самая та же самая путь. Окей. Красиво, но не то. Я вам скажу, что он ожидал. Он с кем говорил? С греками в основном? С китайцами? А с русскими или с евреями? С евреями. А евреи на какой книге воспитывались? Религиозной, если говорить. О религиозном воспитании? На Таре и еще чем? На пророках. И пророках. И писания. Окей. Есть у нас в писаниях в русской библии она в пророках, а в еврейской библии она в писаниях. книга такого человека по имени Даниил. Я теплее, теплее пытаюсь вас навести. Те, кто уже читал книгу Даниила. А Даниил о ком говорит? О ком-то, кто подобен сыну человеческому. Окей. Вот. Так вот, именно на это Иешуа и рассчитывал. Он пытался им сказать, что тот сын человеческий, который увидел в своем видении Даниил, если вы не читали Даниила, вам еще не дошли у вас руки, не переживайте. Девятая глава двадцать седьмой двадцать третий стих. Не переживайте. Дома прочитайте. Мы сейчас это просто для примера. Люди думали, сейчас секунду, я закончу мысль, потом вопрос. Люди думали определенным образом те фразы, которые мы с вами воспринимаем, просто даже не задумываясь над ними, потому что они для нас что-то означают, для них они означали та же самая фраза, означало что-то другое. Потому что они жили в другом времени и они были воспитаны на других книжках. Вопрос, пожалуйста. Ну, а Инох тоже сам себя звал цель человечества. Инох? Инох, да. Окей. Я об этом мало знаю. Да, есть такая. Да, есть такая. Да. Но это не совсем та книга. Это... Окей. Это, кстати, хороший пример, потому что книга тоже апокалиптическая. А появилась она примерно в то же самое время, что книга Даниила. Поэтому тут есть момент. Согласен. Правда, она не каноническая. Но не важно. Мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о том, что нам с вами, для того, чтобы лучше понять Писание, вот на этом примере с сыном человеческим, о чем мы говорим? Что для того, чтобы лучше понять Писание, нам хорошо нужно понимать, как люди, которые это Писание слушали впервые, да, или как те люди, о которых нам говорится в Писании, как они думали. Хорошо. Значит, это первый момент. Нам нужно вчитаться, войти в их мир и тогда прочитать Писание и глазами. Теперь второй шаг, который нам с вами нужно будет сделать. Их всего два. Это второй и последний шаг. Сразу успокаиваю. Вся процедура, как я сказал, очень простая. Первый шаг – это понять, что на самом деле должны были услышать они, адресаты, та аудитория, которым изначально все это было сказано. Второй шаг – после этого понять, какое все это отношение имеет сегодня к нам. Еще раз привожу пример. Ишуа говорит своим ученикам на последнем пасхальном ужине, на последнем своем седр-песахе, земном тогда. Он умыл ноги ученикам, помните, да? И говорит, если я, Господь, и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг к другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что и я сделал. Что услышали ученики? Они услышали то, что нам совершенно понятно, что они услышали. Просыпайте по моему примеру, умывайте ноги друг к другу. Как вы думаете, можно ли предположить, в книге Деяния апостолов об этом ничего не написано, но можем ли мы так спокойно предположить, что они действительно, вот после того, как Господь вознесся на небеса, они этим занимались периодически, то есть может быть раз в год на Песах, может быть чаще, они занимались омовением ног друг к другу. Разумно? Разумно. Мы не знаем, было это так или нет, но вполне возможно, что так оно и было. Теперь, что происходит сегодня с омовением ног? Я не знаю, как это делается в ваших общинах, потому что я понимаю, что вы из разных общин, вот, но я знаю, что в разных общинах вопрос с омовением ног стоит по-разному. То есть, я, например, бывал в двух общинах, где перед Песахом совершается омовение ног. И я сам в этом не участвовал, но с уважением вношусь к этому обряду, скажем так. И в то же время есть другие вещи в Писании, которые совершенно не подлежат разночтениям. То есть, одни люди считают, что вот надо омывать ноги, другие считают, что не надо идти и другие христиане, или там мессианские ифрии. При этом, если Господь сказал, не кради, то нет таких, кто говорит, а ты кради. И ничего. То есть, тут есть разные вещи, оказывается, что с омовением ног тут есть разночтения, вот как сестра сказала, есть иногда разные толкования разных мест, а есть места, которые толкуются совершенно четко и понятно. Я не буду сейчас говорить, почему я не участвовал в обряде омовения ног, но, а может быть, скажу, как вам кажется, если мы переносим вот эту вот заповедь Ишуа, что он сказал, я вам дал пример, делайте то же самое, что я делал вам. Как мы можем перенести этот его наказ на сегодняшний день? Какие есть варианты? Значит, один вариант, это то, что уже мы знаем, делается в общинах, то есть, буквально, да, вот, скажем, раз в год, так же, как он перед пасхальным ужином это сделал, мы приходим в общину, конечно, уже с заранее вымытыми ногами, благоухающими, позволяем брат брату там омыть себе ноги, сестра сестре, вот, милая такая процедура, может быть, правильная для кого-то, не знаю, а может быть, есть другой вариант, какой бы вы вариант предложили? Вас это устраивает, кстати, если устраивает, поднимите руку, не стесняйтесь, я к этому отношусь с уважением, абсолютно, то есть, я не пытаюсь из этого что-то сделать нехорошее, замечательно, если это делается, то есть, смотрите, здесь есть другой вариант, понимание этого места, его значение для нас сегодня, что имеется в виду необязательно буквально исполнить вот эту заповедь, ее можно исполнить немножко по-другому, например, то есть, если, скажем так, немножко расширить подход, что вот не вот сделать один в один то, что он сделал ученикам, а понять, скажем так, духовную суть этого действия, что он занял роль слуги, в то время, в той культуре, ноги мыл, кто? Рабы, да? В тот момент там рабов не было, Господь сам себя смирил и показал, что он пришел служить до конца. Вы хотите что-то сказать? Да, я хотела еще провести параллель, что тогда, 2000 лет назад, в Руссалиме были совершенно другие дороги, и помыть ноги тогда, человек, который долгое время был пустить дороги... В этом была необходимость другими словами, да? Не то, что необходимость, это намного отличалось, даже если сегодня человек приходит неделю мыть ноги, от того времени походить, потом выезжает. Конечно, именно поэтому это была совершенно нормальная вещь, да, то есть так, как сегодня мы моем руки, переведу. Это было немного больше как-то, ну, не то, что унизительно, более так вот, ну, как-то грязно. Грязная работа была, короче говоря, да? Понятно. Хорошо. Ноги не так благоухали, скажем так, как у нас с вами. Понятно. Хорошо. То есть, вы видите, да? То есть, нам нужно иногда понять какие-то моменты о той культуре, прежде чем мы будем переносить эти вещи на нашу с вами жизнь. Потому что, я напоминаю, наша цель не просто набить голову информации о том, что происходило тогда, а понять, как все это можно применить сегодня к нашей с вами жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова